Добрый вечер, в эфире программа «Время» в студии Арины Шарапова. Как всегда в начале программы, коротко об основных событиях дня. Продолжение следует... Это канал, который имеет самую большую аудиторию и самое большое влияние. У вас породили. Ялис? Да. Денька уже. Событий прошло много. Я хочу здесь с вами откровенно поговорить о вам. Хозяина должна быть самостоятельно, или все так сказать, не подчиняться хозяину. Но раз я ее купил, я буду диктовать, что писать. И будут одни и те же фамилии, одни и те же лица мелькать в каждой газете, а других не будет доступа. Так же практически получается на телевидении. Ничему нельзя доверять, нужно смотреть и слушать все равно. Это все больше, видимо, влияние на мозги. Если в Москве и будет печататься в Петербурге, там готова типография, но не срабатывает у нас. Раскол в известиях. В общем, в конечном итоге весь конфликт заключался в том, что я должен был покинуть место главного редактора. Никто его, в общем-то, как бы не выкидывал, остальных на улицу. Но ушли 42 человека, просто потому что, ну, не будем брать технических, там человек 16 и так далее. Но остальные ушли журналисты, они не захотели работать. Под диктовку, как кого-либо не было. Российские владельцы медиа, как раз от восточных медиа, тайкуны или могулы, пытаются держать медиа на очень короткий лист. Так что они даже не прекратят пахать. И все, что медиа, которые любят их популярность, когда они бакают громко. Так что я думаю, что медиа тайкуны, которые должны научить медиа на длинном листу. Продолжение следует...